Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Интерес к самой большой стране на Земле еще с давних времен оказывает существенное влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику России. Как оказалось, на планете есть страны, которые реально считают некоторые территории России своими территориями. История территориальных претензий уходит далеко корнями в Средневековье и сохраняется порой и даже в наше время. Российская земля во все времена считалась лакомым куском, особенно для восточных правителей. Еще с V века Россия подвергалась набегам кочевников и не только для собственного обогащения, но и для завоевания новых территорий. Так какие же страны хотят, образно говоря, оттяпать у России земли? Давайте выясним это. Погнали! Друзья, перед началом ролика, собственно, я вам хотел порекомендовать суперские чаи, которые я заказываю на сайте мойчай.ру. Вот такие вот супер крутые, собственно, чаи из Китая. Они повышают иммунитет, ваше здоровье улучшают. А если вам и этого мало, то можете еще заказать там же мед. Вот я заказал разнотравье, калужский мед. Просто обалденный вот такой мед. А также протеиновые батончики, которые повышают иммунитет, здоровье усиляют. А сейчас, вы знаете, весна, сейчас много кто болеет и все в таком духе, в общем-то. Друзья, я пока вот скушаю меда чуть-чуть. Ой, какой вкусный чай. В общем, друзья, это просто на камеру не передать. Ссылочку оставлю в описании. Заходите на мой чай, выбирайте суперский вкусный чай и разную продукцию дополнительно. Ну, а мы переходим, собственно, к просмотру выпуска. Погнали! Для начала скажу, все исторические споры касательно территории стран делятся обычно на три типа. Это, как правило, военные. Во время войны могут стать не только перевалочным пунктом, но и подходят для размещения военной техники. Экономические – районы, богатые ресурсами и имеющие потенциал для развития туристического бизнеса. Ну и политические – земли, являющиеся спорными по своей принадлежности к той или иной стране. А как мы знаем, у России самые большие морские и сухопутные границы, которые нуждаются в полном контроле и защите. Курильские острова – это цепь островов, который тянется между японским островом Хоккайдо на южной оконечности и российским полуостровом Камчатка на северной оконечности. Эти земли являются предметом спора между Россией и Японией. Тем более, что ни мирного договора, ни договора о границе между странами не существует как такового, так как подписать его не могут еще со времен Второй мировой войны. Спор о Курильских островах также известен в Японии как спор о северных территориях. Он продолжается и по сей день. Как оказалось, и у американцев имелись некие свои претензии к нам. Дело в том, что между странами США и России пролегает, пожалуй, самая большая в мире водная граница. Разграничение вод в Беринговом проливе долгое время не могло разрешиться между странами. В итоге, все-таки, с 1990 года Россия и США заключили все-таки договор о разграничении территориальных вод. Это порядка 5000 километров. А наш южный сосед Азербайджан требует у России не только раздела дна Каспийского моря, но и некоторые другие сухопутные территории. Споры возникают в связи с проживающим там народом. Народ лесгины может разделиться, так как проживает по обе стороны границы. Еще одна южная страна, Грузия, также имеет некие претензии. Работу комиссии по разделению границы между Россией и Грузией осложняет раздел Черноморской ее части, в который входит экономическая зона с территориальными зонами и шельфами. Как тут все делить, пока, видимо, не совсем понятно. Но вопрос остается открытым. Приместимся в Китай. Конечно же, наш сосед с Востока также кое-что хочет. Еще с начала 1960-х годов начались пограничные споры между СССР и Китайской республикой. Борьба за Далмацкий остров длилась несколько лет. И только лишь в 1991 году был подписан договор о делимитации. Однако китайцы до сих пор пытаются углубить свои границы в район реки Амур и Алтайских гор. Причем спор идет о небольшом участке земли в 17 гектар, расположенных на высоте 3 километров. Соглашение о делимитации действует на западной границе протяженностью 50 километров. Несмотря на это, китайская пресса часто публикует карты, на которых часть российских земель обозначена как собственность КНР. Казахстан. Как не было бы странно, на какие-то территории России претендует наш, так сказать, брат южный. Если посмотреть на карту, видно, что Россия, так сказать, братскими объятиями как бы обнимает Казахстан с севера, с востока и с запада. Граница между нашими странами – самая длинная сухопутная граница в мире. В целом она досталась нам еще со времен СССР. Правда, некоторые уточнения были сделаны уже в наше время. Договор об этом был подписан еще в 2005 году. К счастью, на данный момент ни Российская Федерация, ни Казахстан не имеют друг к другу никаких официальных претензий. Но другое дело – политика. Мы прошли вместе долгий исторический путь, и некоторые противоречия за это время накопились. Украина. Украина также хочет решить некие свои вопросы. И это не только вопросы несчастного полуострова Крым. Как оказалось, Азовское море и Керченский пролив считаются внутренними водами обеих стран. Однако Киев настаивает на разграничении не только водной границы, но и некоторых сухопутных территорий. Теперь переместимся в Прибалтику. Как же без нее? Одна из российских автомобильных дорог имеет форму сапога и два раза пересекается эстонской границей. Это очень неудобно для автомобилистов обеих стран. Эстонские власти для решения проблемы предложили передать этот сапог в их собственность. Но некоторые пункты составленного договора не удовлетворили уже Россию, и дорога остается предметом разногласий между двумя странами по сей день. Литва. Страна граничит с Калининградской областью. Официальных претензий, конечно же, к России пока не было объявлено. Но в СМИ ходят слухи, что литовские власти заинтересованы в аннексии российской территории. Точнее, некоторые горячие головы Литвы хотят этого. В Латвии тоже есть некие свои вопросы. После развала СССР, латвийские власти выдвинули претензии на Пыталовский район, принадлежащий Псковской области. Но Россия категорически отказалась передавать свои земли Латвии. Соседи не стали обострять спор и пошли на уступки, так как вражда с Россией им не принесет желаемых результатов. Все разговоры внутри страны о попытке возвратить карельские земли были отвергнуты президентом Латвии. И все затихло. Карелия. Красивейшие земли Карелии несколько раз становились собственностью разных стран. После Великой Отечественной войны часть Карелии была возвращена России, а часть является составом Финляндии. В последнее время российско-финская граница не дает покоя местным жителям, выступающим за возвращение российской стороны. Факт того, что кто-либо из соседей попытается ввязаться в войну с Россией из-за территориального конфликта, в настоящее время, ну очень, скажем прямо таки, маловероятен. Мало того, что если взглянуть на карту мира и территориальных претензий, то вы удивитесь, почти весь мир спорит между собой. Так что Россия тут не первая и не последняя. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу увиденного. Также не забываем оценить видео лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!